Приветствую вас. Я прочитал ваш текст. Давайте мы с вами попробуем его разобрать, рассмотреть. Значит, проблема, на мой взгляд, вполне очевидна, да. У вас есть патологическое применение к вранью, да, к лжи. И плюс у вас есть страх одиночества. Страх, что мужу, грубо говоря, станет скучно по какой-то причине. И если мы станем скучно, да, то, соответственно, он вас, вероятно, бросит, да. Ага. Вы останете одна. Ну, это как пример, да, допустим. Вот. Значит, что здесь нужно обязательно сказать? Что здесь нужно обязательно сказать? Вот. Вы пишите в своём тексте, что боялись маму. Вот. Боялись маму. Боялись вы, как вы говорите, значит, огрести. Вот. То есть страх того, что вам попадёт за то, что вы скажете правду. Вот. И отсюда, собственно, и возникает вот это вот чувство, желание, можно сказать, патологическое желание обмануть. Вот это, по сути дела, страх наказания. Страх наказания. Страх какой-то кары. Страх каких-то, ну, знаете, негативных последствий. В общем, для вас. Вот. Это всё, вот, собственно, отсюда. И здесь, конечно, нужно работать. Работать здесь нужно через возрастную регрессию. То есть вводить вас в состояние тогда, когда вы приняли решение впервые. Впервые приняли решение. Вот. И, соответственно, уже работать именно с этим. Именно вот с этими обстоятельствами. То, что ваша мама умерла, да, это ничего не значит абсолютно. Потому что ваша мама ведь не была с вами. Ну, в последнее время она с вами не была. То есть, как бы, были только вы. Вот. Были только вы. Ну, у себя. Вот, у себя были только вы. И, тем не менее, тем не менее, несмотря на это, да, вы всё-таки, значит, боялись. Что-то вы, несмотря на это, опасались того, что получите нагоняй какую-нибудь за своё броню. То есть, грубо говоря, грубо говоря, разговор с вашей мамой, он идёт со временем. Он, разговор с вашей мамой не прекращался ни на секунду. К сожалению. И сейчас до сих пор не прекращается. Значит, основание уровня лжи патологической, да, следующее. Именно основание. Такие, что человек не принимает себя таким, как он есть. То есть, ваша мама, грубо говоря, не принимала вас. Такую, какая вы есть. Не хотела знать вас, ну, опять же, грубо говоря, настоящую. Вот. Вы ей, может быть, были не интересны. Настоящие, может быть, ещё какие-то были для этого причины, причины. Не важно. Но факт, это факт. Что именно от того, что вы сейчас не принимаете себя такой, какая вы есть до конца. Именно по этой причине вы и лжёте. То есть, вы хотите быть кем-то, кем хотят вас видеть, а не тем, с кем вы являетесь. Ну, и страх наказания, конечно, тоже есть. Дальше. Следующий важный момент. Это то, что вы боитесь, что мужчин станет скучным. То есть, вы боитесь, что ему страшно станет с вами, ну, неинтересно, допустим. Не знаю, неинтересно, там, взаимодействовать, да, неинтересно общаться и так далее. Вот. Что произойдёт? Что произойдёт тогда? В этом случае, если, вот, ему действительно станет скучно. Что произойдёт? Произойдёт то, что он захочет уйти, я об этом уже говорил. Заводать это страшно. Потому что вы, вероятнее всего, боитесь остаться в одиночестве. Ну, боитесь остаться в одиночестве. Одно. Вот. Опять же. Почему? Потому что не принимаете себя такой, как АВС. и здесь нужно работать с вашей самооценкой. То есть, с тем, как вы себя воспринимаете. То есть, грубо говоря, что и по какой причине вы себе не принимаете... А, что и по какой причине вы считаете себя плохим, глупым, ужасным и так далее. Все эти аспекты тоже необходимо рассмотреть. А потому, потому здесь моя рекомендация будет такая. Значит, составьте список, составьте список того, что вы, по вашему мнению, считаете себе плохим, ужасным, значит, не имеющим права на существование и так далее. И, значит, ну и список плюсов, плюсов, конечно, тоже. После чего, каждому из качеств, каждому из, каждой из характеристик, вам нужно будет написать дополнительный вопрос. Откуда я это знаю? Откуда вы это знаете? Это первый вопрос. Второй. Второй. Значит, если это положительное качество, то как оно мне вредит, если это ответственное качество, то как оно мне идет на пользу. Вот. Это то, что вам нужно сделать. Заставьте пока список вот этот вот. Это вам своего рода будет домашнее задание. И уже с этим можно будет и работать. Как и с тем, да, что вы себя не принимаете. То есть это довольно легко корректировать, в принципе. Важно только, значит, ну, важно только хотеть работать в этом направлении, да. Ага. Другой вопрос. Другой вопрос, который меня больше интересует и волнует. Другой вопрос. Это вопрос того, что если вы, вот, вы примете себя, да, такой, какая вы, и муж знал, на самом деле, что вы врете, муж знал, что вы обманываете, муж был и есть в курсе того, что вас нужно ловиться вравне, муж это все знает. Но он выбрал вас такую. Он с вами такой, ну, вот, с вами такой, по сути, по сути дела. Вот. И если вы будете меняться, если вы захотите меняться, то делать это нужно не ради мужа, а ради себя. Если вы действительно хотите меняться. Потому что если вы будете это делать ради мужа, например, то ему будет поначалу, ну, особенно поначалу, сложно вас принять. Гораздо сложнее ему будет вас принять, чем вы думаете. Вот. И, соответственно, эффекта какого-то результата от ваших изменений может просто-напросто не быть. Если вы не готовы к этому, если вы не готовы меняться именно ради мужа, хоть если не готовы меняться ради себя, простите, не готовы, если меняться именно ради себя, то я боюсь, что вы потерпитесь неудачу. Вот. А это вот, к сожалению, такая вот история. Поэтому, прежде чем меняться, да, прежде чем вы примете решение меняться, понимаете, для чего вы это делаете. Вам нужно прийти к тому, что вы делаете это для себя. Ещё раз повторю. Для себя. Не для мужа. Для себя. И вы не будете ожидать того от мужа, что он это как-то оценит, что он это как-то поймёт, что он это обязательно как-то примет. Вот. А, скорее всего, всё может быть в точности, да, наоборот. То есть ему будет сложно принять вас, ну, другую, другую. Потому что он же привык вас видеть такой. Вот. То есть тут вот такая двоякая история, когда, вроде бы, вроде бы, и меняться нужно, вроде бы, и чувствуется, что, как бы, ну, на лжи, понятное дело, далеко не уедешь. Вот. Но в то же время необходимо отдавать себе отсчёт в последствиях этого. Вот. И, значит, иметь в виду, какие они будут, эти последствия. Готовы ли вы к ним, к этим последствиям. Скажем так. Вот. Потому что, если не готовы, или если сомневаетесь, то, наверное, в таком случае вам лучше всё-таки врать, ну, врать, ну, для себя определить, вот. В чём конкретно вы будете, там, грубо говоря, врать, да? В чём конкретно вы будете обманывать твоего мужа? Да, вот. Чтобы, как бы, и ему угодить, да? Надо, чтобы он, ну, всё-таки окончательно вас не расширался, да? Вот. И чтобы себе что-то угодить, вот. Либо вы начнёте работать над собой, примете себя, будете меняться, вот. И это создаст, ну, такой определённый риск того, что внезапно окажется, что с мужем вы друг другу, ну, не совсем-то, не совсем уж и подходите. Понимаете? Понимаете? Вот. То есть, здесь история вот такая. Неоднократно. То есть, в принципе, да, с точки зрения вашего благополучия, с точки зрения того, что нужно делать вам, да, с этой точки зрения, конечно, что-то меняет, ну, безусловно. То есть, вы живёте, по сути, не своей жизнью. Вот. Ну, возможно, это стоит как-то вот подкорректировать, да? То есть, например, в чём-то обманивать, а в чём-то нет. То есть, просто лучше контролировать этот процесс, может быть. Вот. Вот так. Может быть так что-то сделать. Вот. Ну, опять же, это вопрос, скорее, к вам, да? То есть, это вопрос того, что вы хотите, хотите для себя, вот. Вот. Ну, и для ребёнка подарок дело, что, своего. Вот. То есть, сделайте вот такой выбор. Знаете? Вот. А возможностей для того, чтобы вам помочь, у нас, в принципе, достаточно. Чтобы, ну, именно вот, чтобы помочь вам преодолеть эти вот трудности, которые вы оказали. А возможностей для этого нам достаточно. Вот. Просто, может быть, может быть, может быть, вы начнёте делать что-то, чтобы больше соответствовать тому образу, который вы себе сделали. Может быть, это так будет, а-а-а-а-а-ам. Ну, наиболее, более продуктивно действовать. Вот. Так что, подумайте об этом. Постарайтесь подумать. Вот, и, собственно, уже исходя из этого, возможно, будет вам что-то рекомендовать, вот. Но по поводу принятия себя, да, а точнее отсутствия принятия себя, вот, по поводу этого. По поводу этого, я думаю, что однозначно нужна корректировка вам, вот, потому что, ну, все-таки, не принимая себя вы не сделаете хорошо ни ребенку своему, вот, ни, собственно, собственно, самой себе, вот, это совершенно точно, вот, поэтому, вот так, вот так, в принципе, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Вот, мне бы хотелось, чтобы вы сформировали, вот, скажем, скажем так, да, лучше сформировали свой именно запрос, что вы хотите поменять. избавиться от вранья просто, перестать просто врать, это не вариант, потому что за враньем, за враньем всегда что-то стоит, за враньем чувство, за враньем стоят желание, за враньем стоят по требностям, за враньем стоит страх, страх – это детское состояние, вот, вы можете стать более зрелым, но какова цена? а можно, а можно, 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 можно сделать по-другому, да, можно просто взять и начать использовать то, что есть уже у вас, из наработанного, так сказать, и используя это, из наработанного, то, что есть, просто подогнать немножко под реаль ваш. Вот и все. Что именно делать, как лучше вы сами подумайте, решите, мы вам поможем, если у вас будет к этому желание, если у вас будет такой запрос. Вот. В принципе, в принципе, в принципе, на этом можно закончить мой ответ. я надеюсь, что помог вам, надеюсь, что мой ответ был полезен для вас, надеюсь, что вы для себя что-то извлечете из того, что я сказал. Вот. Надеюсь, что вы подумаете, надеюсь, что вы придете обязательно, ну, вот, к чему-то. И надеюсь, что это позволит, поможет вам принять то решение, которое все-таки сделает вас, ну, например, счастливее. вас и, собственно, нашего мужа, ну и ребёнка, конечно, тоже. Ребёнка это, наверное, даже, даже, даже в первую очередь. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите их в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.